Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, каких магических лошадок, а также питомцев завезли в деревушку, санты, какие же спутники их сопровождают, что за фотосессии, что за азарные гномы, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Star Stable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider, Life и донатной валюты Star Coins. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца, переходив в данную группу по ссылке в описании. В зимнюю деревушку добавлены новогодние новые магические зимние кони. В этот раз они прям вообще пополны, наполнены духом Рождества, Нового Года, ну а также зимой, несмотря на уход магии из кристалла, если вдруг вы его еще не вернули. И кстати, по поводу нового ивента, связанного со сбором снежинок в количестве 18 тысяч. Оказывается, ССО-сообщество, не только наше, РУС, но и вообще другие сообщества ССО, возмущены данным ивентом и считают, что данное поведение разработчиков ломает игру. Так как они запрашивают слишком много актива со стороны игроков, и что допустим, если вы немного занятой человек, точнее ССО-сошник, который умудряется не только сидеть в компьютере, то вряд ли вы сможете осилить данный ивент. Поэтому вам приходится искать качеров или тех, кто просто будет помогать вам со сбором снежинок. Так что сейчас идет очень большая волна возмущения в эту сторону, потому что народ не успевает. И даже заранее говорят, что не успевает. Все-таки сейчас такое поколение, что люди, не только дети могут играть в компьютерные игры, но и взрослые. А взрослые это либо учеба на начальном, скажем так, этапах взрослой жизни, а потом работа и совмещать личные увлечения, в нашем случае Star Stable Online, с таким ивентом на ходу с работой, очень-очень тяжело. И поэтому многие уже заранее опустили руки и сказали, что мы тогда не будем уделять этому ивенту столько времени, потому что мы его не вытянем. Мы не осилим такое количество снежинок собирать. Тем более неизвестно пока, будет ли этот ивент до конца декабря, до конца января, или же будет он всю зиму. Я лично являюсь тем же человеком, который уже опустил руки и сказал, что, ребята, я не потяну все это. Мне, я знаю, что это очень много, очень тяжело, что есть баги, возможно, есть какая-то накрутка, но я не хочу этим пользоваться. Я лишь надеюсь на то, что в следующем году сет одежды, который сейчас находится в этом кристалле, будет продаваться за старкоинцы. И я просто подожду немножечко, ну, годик и куплю его. Ну, я понимаю, что я не потяну. Так что, ребят, если вы такой же человек, который боится, что не потянет, вы не одиноки. Таких очень много и даже в иностранных сообществах ССО. А мы тем временем оказались в зимней деревушке, и давайте посмотрим, что у нас с заданиями. Пряничные последователи любят играть в садах, но иногда забегают слишком далеко от дома. Если заметишь их в деревне, то поведи домой, хорошо? Хорошо. Сбежавшие пряничные последователи — это у нас имеется в виду вот эти милые маленькие новые гномики. И они такие прикольные, что вот это задание мне нравится. Но давайте сразу возьмем еще одно, которое добавили в этом обновлении. Бурлящая магия привлекла в деревню волшебных лошадей, а они такие красивые. Попробуй сфотографировать пикло. Хочу сохранить воспоминания о лошадках и собрать с ними альбом. Ты все время ездишь по деревне, не можешь сфотографировать всех лошадей. Для начала сфотографируй меня. Ты попрактикуешься, а у меня будет шикарный снимок для первой странички. Ежедневно можно будет делать только одну фотографию. И она начинается всегда с пикла в качестве обучения. Это для того, чтобы к концу года пикл смог собрать целый альбом с магическими лошадками. Все просто, да? Высматривая в деревне волшебных лошадей, только лошади в конюшне не считается. Они же просто стоят на месте. Мне пока еще ни разу не попадалась специальная ивентовая лошадка к этому событию. А иногда вообще почему-то я захожу в игру и данное задание отсутствует. Я не знаю, связано ли это с наличием Старайдера или же никак не связано. Непонятно. То ли глюки, то ли баги, то ли просто нужен Старайдер. Хотя не знаю, зачем нужен Старайдер в случае с этими гномиками, потому что сбегают они только по зимней деревне. Но я предполагаю, что это опять же поломка от разработчиков. Ты собрала всех пряничных последователей, нужно их вернуть домой. Если вы не знаете, куда их возвращать, то вот эта вот база, где эти человечки должны находиться, находится непосредственно в деревне Санты. Не где-то в углу карты. Это не какой-то тайный сын и потайной лагерь. Нет, это база, которая находится прямо напротив ёлки. Единственное, когда вы будете везти вот этих гномиков, не убегайте от них слишком далеко, иначе они от вас отстанут, потеряются, а точнее просто вернутся туда, где вы их нашли. И придется начинать сначала. Вот она наша новогодняя ёлка. И вот напротив у нас есть кафешечка. И как раз вот в этой кафешечке, вот здесь, есть канавязь, где... Ну, нет, это не канавязь, это такое маленькое укрытие от снега. И должны отдыхать вот эти праничные последователи. Вы заметили тенденцию разработчиков не сообщать о некоторых заданиях, о некоторых изменениях? Я вот лично заметила, так вот с этим обновлением к нам вернулись животные. Выполнив ежедневное задание, вы можете принять этот облик на вашу лошадь. Таким образом, вы сможете кататься на оленях, лосе, медведе или же на гигантском ёльском козле. Находятся они буквально на окраине деревушки Санты. А у торговца вы сможете купить прекрасные синие переливающиеся футболочки с изображением данных зверюшек. Так, ну а мы тем временем давайте соберем подарки, потому что я несколько дней их не собирала. Так, места у меня хватает, хватает, кроссовки. Вот самый обидный и ненужный лично, по моему мнению, подарок был 14-го числа. Это чай, точнее кофе с молоком, булочка с корицей и чай с молоком. Вообще, я считаю, самые ненужные подарки. Но сегодня мне подарили шиллинги в размере 2000. Это приятно. Но лучше бы подарили, конечно же, 10. Итак, нам приехали магические лошади. Они стоят вот здесь, в зоне, где продаются магики. И ребята, старичок, немножко ностальгируют. Я помню те времена, когда добавили первых магиков в эту деревушку. И тут было очень пусто. Вообще, все было по-другому. Санта еще не находился здесь и не тусил в торговом центре сутки напролет. А сейчас тут уже столько лошадей. 9 лошадей, 9 магических коней. И в следующем году их будет еще больше. Итак, к нам приехали. Леп Кухен. Это такая вот лошадка на модельке Лепициана в виде пряничной лошади. Задумка очень классная. И надо сказать, что выглядит он очень-очень симпатично. Хотя мне не особо нравится его гривой хвост. Но общая концепция мне безумно нравится. Узоры, сердечки, нарисованный вольтрап. Тоже очень интересная идея. И смотрится это все очень гармонично. Хотя и явно странно магически. Вот так вот этот Лепициан выглядит не в магическом виде. Спасибо разработчики за короткую гриву. Это значит, что любителям конного спорта в ССО можно будет брать его на соревнования. Особенно по выездке. Насколько я помню, там требуют не только шишки, а просто, в принципе, открытые шеи у лошади. Очень красивая масть. Он, по-моему, бурый или, не знаю, гнедорыжий. В общем, очень красиво. У него голубые глазки, розовый носик. Еще вот эти вот чулки, потому что это даже не гольфики. Выглядит классно. Я лично эту лошадь покупать не собираюсь. Но прям ее городской вид вызвал у меня восторг. И следующая лошадка на модели Шайра выглядит, как ожившая ледяная статуя. Это Ветл. Лошадь, которая прям очень-очень магическая в плане льда. Вот ее я точно буду покупать на один свой аккаунт. Аккаунт, может быть, вы даже догадаетесь на какой, если вы знаете за мои аккаунтики. Это лошадь на модельке Шайра. И, боже, они вернули старую, самую редкую по старым временам масть. Это вот такой белый в отметинах Шайр, которого раньше, имеется в виду второго поколения, могли покупать только те, кто достиг такого величия, как открытие Эпоны. Сейчас это ничего не стоит. Открыть Эпоны может практически, по-моему, вообще любой человек, имеющий Старайдер на 16 уровне. А раньше это было целое достижение с прокачкой репутации, выполнением задания, и в деревушке полумесяца как раз продавался именно вот этот Шайр. И если вы видели данную масть у игрока, тут два варианта. Если он был 18-19 уровня, то значит он докачался до Эпоны. Если же меньше, наверняка он его купил через баг, и восхищаться тут было нечем. Но вот эта магическая его масть, она просто вызывает дрожь у меня в крови. Вы посмотрите, как он переливается в стиле Металлика. Такие приятные переливы, еще вот эти вот снежные узоры, то ли как будто от мороза, где-то как будто от коньков. И щеточки, и хвост как будто с гривы и полностью из снега. Сосульки свисают, это прям вообще очень-очень классная лошадь. Мне она безумно понравилась. Я ее на основу покупать не буду, только на доп. аккаунт. Но прям-прям очень нравится. Вот дизайнер, который предложил данную масть, просто спасибо тебе большое. Хотя бы что-то хорошее и простенькое, не требующее постоянной игры, иногда все-таки разработчики добавляют. А так масть очень красивая, опять же, но, к сожалению, да, это магик, и ему нельзя будет менять гриву и хвост. А так было бы очень симпатично тоже увидеть таких шайров на соревнованиях всяких. Ну или просто, чтобы можно было менять прическу. Надеюсь, когда-нибудь разработчики дадут нам эту возможность. Ну а пока просто наслаждаемся магическими лошадками. И отходя от этих коней, у нас есть магазинчик с питомцами. И сюда завезли как раз двух новых питомцев, которые приехали вместе с магическими лошадками. Это новенький мармелад, новый гномик. Неунывающий гном, у которого в жизни только одна забота. Как бы голубые белки не съели его нос. Потому что загадка-то в том, что мармелад, у него мармеладный носик. И, я так понимаю, шапочка из имбирного печенья, тоже с глазурью. И Мурлан. Любит все холодненькое, мороженые напитки со льдом и замороженную рыбку. На вид пингвиненок и сам холоден и неприступен. Но на самом деле он очаровашка с горячим сердцем. Очень милые питомцы, жалко их посмотреть. Нельзя по факту, то есть только если в сумке вот такой вот пингвиненок ледяной идет в компанию к Шайру. И вот такой вот гномик мармелад идёт в компании с Лепкухеном. Очень классные питомцы. Но на этом обновление не заканчивается. Потому что нам теперь к магическим лошадям всегда завозят новую амуницию. Им подстать. В этот раз её завезли вот в этот магазинчик, бутик морозная коллекция, куда завозят всю новую одежду в честь новогодних праздников. И сюда нам завезли сет северного сияния. И у меня двоякие ощущения, примерно такие же, как у сетов с Хэллоуина. То есть вот платье, оно было бы прекрасно, если бы они его сделали сияющим ледяным. Но они почему-то сделали акцент на морозных деревьях, на ветках, покрывшимися инием. И мне кажется, как будто они просто взяли сет с Хэллоуина, тёмно-синий, и перекрасили. Виног интересный, кстати. Он такой весь морозный, очень редкий, тоненький. Вот это интересно. Перчаточки мне вообще не понравились, как и сандалии, просто по сути белые сандалии. Седло, надо было взять другую лошадь, симпатичное, иберийское, белое, с морозно-белыми стреминами. Очень классная рогатая уздечка с северного сияния. Вот это прям мне больше всего понравилось, как и вальтрап с сосульками. Но это новый вальтрап, новый потник, точнее. В этот раз они решили, видимо... Хотя сами говорили нам о том, что в будущем они будут добавлять в новые комплекты всегда два вальтрапа. Один для новых поколений лошадей, другой для более старых моделек, таких как мой северошвед. Но в этот раз они, видимо, нарушили свои мысли, нарушили своё какое-то новое видение, обещание. И добавили вальтрапы только на старых лошадок. Ой, только на новых лошадок. Здесь ещё у нас есть седельная сумка. Северного сияния. И бантик тоже северного сияния, но почему-то только на голову. Мне он, кстати, нравится. Очень приятный оттенок. И следующий сет. Сет пряничного галопа. Очень странное название, но тем не менее. Это вот такой вот свитер. Штанишки. Вязаная шапочка варежки. Ботиночки. Выездковое. Седло в комплекте с такой вот больше вестернской уздечкой. Вальтап в глазури. Седельная сумочка. И бинты. Тоже очень интересный сет. Очень классный. Особенно вот как будто бы вельветовые штанишки. Ботиночки. Шапка варежки. И тут вообще интересно. Они сделали из сердечек как будто бы четырехлистник. Очень приятные сеты под стиль лошадян. Но мне почему-то... Мне всегда не нравится сочетание обычно седела и уздечек. К примеру, что уздечка вида вестернского, а седло по факту выездковое. То есть, ну, как бы... Это очень обидно. Такой сет нельзя, к примеру, одеть на тренировку по выездке, где требуется жесткое соблюдение типажей уздечек. И наоборот. То есть, эту уздечку можно надеть на вестерн, но это седло выездковое. Вот. Очень странно, но приятные, милые сеты. Есть, правда, у меня к ним некий недопонимание в их сочетании моделек или текстур. Но это уже мое личное мнение. Напишите, кстати, в комментариях, как вам новые введенные сеты амуниции, одежды. Как у вас идут дела с зимним этим магическим камнем? Собрали ли вы хотя бы половину этих снежинок или хотя бы какую-то часть? Может ли вы знаете какие-либо способы ускорить это дело, но без багов, а просто хитростью и мудростью? Напишите обязательно в комментариях, потому что мне, как рабочему человеку, это бы очень-очень сильно пригодилось, потому что нанимать ради этого дела какого-то качера я лично не хочу. Я все-таки рада была попытаться своими силами. Так что на этом все новости из обновления. Но что же ждет нас на следующей неделе? Еще двум лошадкам не терпится присоединиться к зимнему веселью. Еще две лошади, ребят, у нас две недели подряд проезжают лошади. И вообще это очень большая редкость, что в один месяц нам в игру привозят несколько, скажем так, завозов лошадей. Обычно это если проезжают магики, то все, в этом месяце больше лошадей не будет. Если завозят новые масти, то тоже новых лошадей больше не будет. Если завозят целую новую обновленную породу, то опять же лошадей больше в этом месяце не будет. Но, видимо, разработчики решили таким образом как-то сделать нам приятное. Если у нас есть возможность покупать этих лошадей. И они завезут на следующей неделе, я предполагаю, что вот сюда, двух лошадок. Это шайр, серый в яблоком. Боже, как я его хочу. И рыженький с соловый гривым и хвостом исландец. И я тоже его очень сильно хочу. Они сыграли просто на моей слабости к мастям и на мелоте этих пород. Так что на этом все. На этом обновление подошло к концу. И я с вами прощаюсь. Не забывайте турнировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!